Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007 и в сегодняшнем ролике мы увидим настоящие корейские разборки! Добро пожаловать в матч квалификации к новому сезону Корейской Global StarCraft 2 Лиги! В этом поединке играют Банни и Криэйтор, Синий Протос в правом нижнем углу на Вавилоне, Красный Терран слева сверху, В паре недавних роликов на канале мы очень, знаете, хорошую, добротную дозу аматорского креатива получили И теперь пришло время разнообразить ее настоящим прогеймерским Старкрафтом экстра-класса, В котором, к слову, и креатива тоже, в принципе, нашлось место, Но самое интересное, конечно, это тот уровень, на котором играют корейские профи И тот градус напряжения, который они позволяют поддерживать, Потому что, конечно, игры, вот, особенно, знаете, турнирные игры топовых корейцев, Они имеют, мне кажется, какую-то особую атмосферу, Они имеют определенный особенный статус в глазах всех любителей Старкрафта, И сегодня, я думаю, что у вас будет отличная возможность убедиться в этом И понять, почему это так Банни играет без разведки Его билдордер это рипер, командный центр Барак, реактор И рипер, мы видим, прямо вот рыщет Обыскивает все окрестности и пытается найти Нет ли вот такого, что креатор что-то спрятал? Нет ли такого, что креатор играет как-то очень агрессивно? Есть такое, и Зилот, как мы видим, прибегает на базу Терана Теран это заметил в самый последний момент, но у Терана при этом все равно делается бункер, Поэтому каких-то сильных проблем у Банни быть не должно Появляются адепты, он прикрывает Зилота, но все равно за счет того, что бункер уже готов Каких-то серьезных возможностей у креатора нанести урон стартовыми юнитами Нет, при этом отметим, что креатор играет очень агрессивно У него добавляется второй и третий гейт Он прямо идет в массовых адептов, судя по всему Ну или может быть это даже будет до варп сталкеров какой-то непонятно И Банни, Банни имеет все шансы обнаружить это прокси Но немного не туда телепортируется рипер Риперу пока удается выжить Но самое неприятное для Банни, что ключевую информацию он все-таки не получил Здесь адепты находят, находят, находят рипера И таки дотянулся креатор своим адептом И за гребущими лапищами этого юнита дотянулся до рипера Банни дома делает циклона Он не сильно халявит, тут нет какого-то, например, раннего третьего командного центра И это безусловно хорошая новость для Терна Потому что в противном случае, конечно, отбиваться от этих адептов было бы намного сложнее Тут и без того, возможно, не самые приятные будут расклады Но появляется циклон, пока только один рабочий потерян Креатор мискликает и попадает по орбитальной станции Тут, конечно, опять же, я об этом и сказал Но, наверное, нужно отдельно проговорить Это игра квалификации Global StarCraft 2 Лиги И, безусловно, это матчи, которые вообще нельзя проигрывать ни в коем случае Если ты проигрываешь, можешь не попасть на GSL А для корейца не играть на GSL Это просто пара месяцев в холостую Особенно с учетом того, что победители GSL квалифицируются на финалы сезона Организуемые ESL в случае зимнего сезона Они будут проходить в Атланте Атланта это вообще такой особенный ивент для StarCraft сообщества После очень успешного ивента в 2022 году Поэтому, конечно, не хотелось бы этот ивент пропускать никому И вот первый шаг это победа на квалификациях в GSL Именно к этому первому шагу сейчас пытаются Подойти и собрать все силы для него Банни и Крейтор Именно для этого им нужно побеждать в этом поединке Ставки высоки, нервы тоже, поэтому ошибки, безусловно, будут Но от того игра, возможно, будет становиться еще интереснее Тем более это все, знаете, такие ошибки Но может показаться, какой StarCraft экстракласса, когда ошибки Да вот такой StarCraft экстракласса Потому что тут в чем суть этого экстракласса В том, что игра проходит на необычайно высоком темпе И игроки заставляют друг друга ошибаться Это не какие-то невынужденные ошибки, когда ты просто на ровном месте завтыкал Это ошибки, которые тебе приходится совершать из-за того, что твой соперник Также играет на пределе возможностей и на максимальной скорости Банни продолжает летать этим дропом Ну, казалось бы, вообще какая-то самоубийственная миссия Когда у соперника на карте уже 8 сталкеров с блинком Но Банни все равно и ценную информацию получает И умудряется здесь урон наносить И это, кстати, сейчас будет минус сталкеры Посмотрите, какой контроль от Банни Банни просто божественно до последнего Всеми юнитами отработал, отконтролил Но, конечно, еще больше извлечь из этого одного маленького дропа Он уже не в состоянии Для креатора немного нервная игра Потому что, ну, как-то вот он пока вообще ничего не добился Да, его долго удерживали дома дропами И он даже толком не знает, там у соперника есть третий командный центр или нет Это мы с вами все знаем и все видим У креатора этой информации нет И креатор шел в быстрый шторм Но сам шторм пока так и не заказал Только сейчас этот апгрейд заказан А Банни-то уже собирается идти вперед Тут что за интересный план перехват был Я даже не понял, а кого, кого перехватывает креатор Здесь как будто бы никого нет То есть креатору показалось, что туда летел какой-то дроп Да посмотрите, он уверен, что здесь дроп сейчас будет пролетать Но это не так Там нет никакого дропа Я уж думал, я что-то пропустил Но нет, я посмотрел на потерянных юнитов Там всего один медивак был И мы знаем, что это за медивак С остальным войска здесь На него прямо сейчас напарывается креатор И Банни в два раза больше боевого лимита собрал, чем есть у Протаса У Протаса, понятное дело, на шторм надежда На хорошие штормы, которые войдут в эту пехотную армию Но пока вот как-то... Пока не готов этот шторм Поэтому здесь приходится еще немного потерпеть креатору Прежде чем он будет нападать Тут красиво отконтрил мины Протас Но в это время он потеряет свою стенку Банни уже добивается неплохих результатов Минус кибернетка, минус гейт Два роботикса ставит креатор Вот такой резкий переход он готовит Ну и здесь бустится чардж Который также, естественно, может очень сильно помочь армии Протаса Там есть два хайтамплара по-прежнему Ни один из них не умер, никуда не делся Один находится здесь Второй что сделал креатор мискликает Штормит сам свой натурал Очень сильно играют нервишки у креатора Очень сильно Давненько я не видел, чтобы Протас вот так просто брал и сам себя штормил Очень нервная игра, но Пока Пока нет такого, чтобы Прям, знаете, одна ошибка стоила Кому-либо игры Ошибки, может быть, допускаются под давлением Но они такие смешные, немного нелепые и безобидные Ну, сейчас, конечно, начнется все очень жестко Сейчас цена ошибки может быть прям необычайно высокая Потому что зелоты начинают забегать с разных сторон И здесь они прям перехватывают рабочих, которые ехали на третью базу Ну а здесь три медивака готовы вырваться на мейн И для креатора это, безусловно, может стать огромной проблемой Здесь у Банни просто основное войско Оно держит позицию Там танк, там мины Ну а здесь массовый дроп на мейн Шилдбет, реверчарж Мгновенно профокусил эту батарейку Банни Креатор отвечает массовыми штормами в эти медиваки Два медивака из трех спаслись Банни в это время также пытался продвинуться немного в центре Но увидел, что у соперника там вполне достаточная армия И поэтому, скорее всего, здесь продвинуться не удастся Поэтому Банни отступает Дома у красного терна готова третья орбитальная станция Есть пять бараков Есть одна факта, один старпорт Такие классические, производящие мощности Тут медиваки просто, скорее всего, будут ждать своего часа Ну а креатор, конечно, пользуется буквально секундной передышкой Для того, чтобы с минами разобраться Но здесь Банни его перехитрил Оставил сразу две мины Вместо одной И пытается сейчас ворваться вот таким вот образом Прямо в самую гущу позиции соперника Банни Получил шторм на упреждении от креатора Поднимается на хайграунд Здесь батарейка, есть шелдбэ от реверчардж Но пока не спешит его тратить креатор Креатор ждет Креатор очень терпеливо Дождается появления еще пары имморталов Тут прекрасный фидбэк в Рейвена Безусловно, это большой удар по позициям Банни Потому что не получится теперь нормальную как-то антиарморную ракету, например, использовать Но тут и дроп на мейн Возвращается шторм, который и по пехоте, и по собственным пробкам пришелся у креатора Это что, 15 пробок забрал Банни, а креатор... Креатор тоже потерял 15, да? То есть не показываются пробки, которые умерли от шторма Ну ладно, они там точно были! Здесь внезапно еще одно забегание пехоты на локацию сверху Банни расшатывает креатора по всем возможным направлениям Здесь экшен На мейн дропы На четвертую свежую прибежала пехота Для креатора просто максимально стрессовая игра Классные фидбэки в гастов Гасты без энергии, значит не будет ЕМП Значит могут быть эффективные архоны И штормы, и банни тут же разворачиваются для того, чтобы объединиться со свежими гастами А креатор не боится вот так заходить сопернику в тыл И пытаться его окружать с разных сторон Нападая прекрасный шторм Воспользовался креатор отсутствием ЕМП Еще один шторм Гасты подходят, гасты где-то сзади Сейчас они и должны будут помочь своими ЕМП Окей, по архону это действительно неплохо Но еще круче было бы по хайт-эмпларам со штормами Если они вообще где-то рядом есть Отличное ЕМП пришлось по имморталам Там еще имморталы строятся Креатор прям реально в массы имморталов идет Но не факт, что он до этих имморталов теперь будет доживать Вообще Банни забегает к сопернику на мейн Получает еще один шторм И судя по всему будет просто улетать Отсюда лимиты равны Очень напряженное противостояние продолжается Вот это настоящая разборка корейских прогеймеров Где постоянное давление игроки оказывают друг на друга И при этом ничего не понятно При этом абсолютно равна игра Сейчас креатор, конечно, если потратит свои деньги То он выйдет вперед по лимиту Но тратить деньги тоже не так-то просто Вот в такой стрессовой ситуации Когда постоянно, когда безостановочно идут сражения Две тысячи минералов у креатора наверняка Стоит ему, конечно, как-то подумать над добавлением гейтов Там, я не знаю, или второй робо Робобейв колоссов может попробовать перейти Хотя это, конечно, очень сильная газовая инвестиция Которую креатор сейчас не может себе позволить Призма с хайдемпларами креатор Переходит на следующий этап контроля армии Для того, чтобы ЕМП была не настолько важной составляющей игры Вот влетели ЕМП Но, видите, там осталось еще парочка хайдемпларов в призме Здесь, кстати, не хватает Пока батарейки Отличная ЕМП Прям по появившемуся из призмы Темплару Эрхон там еще без щитов И батарейки пока нет И батарейку можно успеть добить Пока она не достроится Но Банни, видимо, не считает эту цель приоритетной Он продолжает эту осаду А креатор, естественно, дождался Пока батарейка будет готова Включил Шулбет Реверчардж Но Банни отступает достаточно далеко Чтобы сражение проходило Вне зоны действия этой батарейки И просто шикарно для Банни складывалось Сражение на хайграунде Пока он не получил этот жесточайший шторм от креатора Либераторы долетели И пытаются помочь Терану в этой баталии Но похоже, что креатор таки побеждает в этом сражении Заставляет Банни отступить У Банни при этом больше лимита Потому что креатор все еще не может толком потратить деньги У него всего 8 варп гейтов Креатор нападает Креатор пытается реализовать свое преимущество Если бы все деньги были потрачены Я думаю, креатор действительно мог бы здесь соперника пробить А сейчас есть большие сомнения Банни идеально отработал минами Посмотрите, как он попал по имморталам Имморталы получили огромный урон от мин Тем не менее, продолжается здесь вот такой доварп на поле боя Сталкеры прыгают великолепно вперед Забирают Либератора одного Либератора второго Сзади имморталы и зилоты Продолжают сражение Банни вынужден отступать Банни пытался починить бункер Не удалось Но зато Банни забрал всех имморталов У соперника остаются только сталкеры Терран выживает Терран добивает призму И что за качели Теперь уже Терран бежит вперед Терран мчится вперед со всех ног Потому что у него еще тут пара минок оказалась Которая может очень серьезно помочь У креатора только достраиваются дополнительные гейты Достроились они здесь на четвертой базе Это будет суммарно 11 варп гейтов И действительно теперь шансов потратить деньги намного больше Но качество армии потеряно Остались только сталкеры и зилоты И свежая пара иммов появилась Нет былого запаса С огромным количеством имморталов Вархонов и штормов Поэтому с учетом потери качества армии Конечно здесь намного больше шансов у армии Террана Который впереди по лимитам Который играет 4 базы в 4 Креатор защищается с хорошим штормом Который заставляет Банни немного отступить Мину также удалось ликвидировать До того как она выстрелила Здесь фокус апсервера Но там появился еще один креатор Очень дальновидно построил сразу пару апсов Креатор пытается расконтролить мины Так чтобы минимизировать урон от них Но Банни просто шикарно исполняет Все со своим микроконтролем Медиаки все без энергии Кстати говоря Вот бы пригодился апгрейд Который скоро будет в новом патче Апгрейд на скорость регенерации энергии у медиаков Посмотрите 12 мин Просто огромное минное поле Выстрел Банни И он нападает сейчас на позиции Креатора На четвертой Шилд Бетри Аверчардж был потрачен недавно Но сейчас вот буквально Пара секунд и пройдет кулдаун И можно снова использовать шилд Бетри Аверчардж Если есть энергия Хотя бы в одном Нексусе Банни продолжает давление Безусловно сохранить эту базу Жизненно важно для Креатора Креатор теряет пилон Который питал батарейку Это просто катастрофическая потеря Мины взрываются Есть ощущение, что для Креатора Это может быть началом конца Он идет на хайграунд Выбивает хотя бы несколько мин Прилетает варп призма Доварпываются хайтемплары Но там еще должны быть хоть какие-то ЕМП А сейчас их уже не будет Потому что влетели фидбэки И теперь архоны могут спасти игру для Креатора Креатору нужно, чтобы эти архоны появились на поле боя Они появятся с полным запасом щитов Это просто великолепное подкрепление для протаса Который уже заставляет терана отступить Что за игра? Что за игра? Теран вынужден отступить у протаса Обсервера Где его надо сюда подвезти? Там просто целая куча мин И наступать дальше Креатору Абсолютно точно противопоказано Еще один обсервер появился Пытается просканить банни Чтобы этого обсервера зафокусить Но не успевает Не успевает мины перезарядиться Да и далековато обсервер находился Креатор уже потратил все свои деньги Сплитит армию как может Банни снова идет вперед Просто какое-то бесконечное безостановочное сражение Четыре базы в четыре У обоих игроков истощаются стартовые локации И судьба игры решается безусловно Здесь креатор пытается с разных сторон напасть Банни в итоге просто отступает Не хочет он продолжения этого сражения Он видит что креатор слишком хорошо подготовился А Банни возможно сейчас нужно подсобрать снова мины Целых восемь мин на карте Но большая часть осталась на терновской половине карты Креатор снова получает передышку Что по грейдам? 2-2 на 2-1 И я не думаю что кто-то сможет себе позволить заказать Еще хоть один апгрейд в этой игре Креатор собирает кучу сталкеров И здесь уже начинает лон дистанц майнинг Но у терна есть мина Терен все прекрасно видит И несмотря на то что мина забрала всего одну пробку Тут же подходит пехота И решает вопрос А тут Дарк попадается Ой-ой-ой Терен увидел что у протаса появились Дарк И это очень важная информация Еще терен просто вот так Вот так нагло заходит на натурал Тут можно поймать сумасшедшие штормы Один шторм приземлился Дальше пехота пытается забрать варпризму Варпризма выживает на 20 хп Сзади вырывается основная армия Креатора Там еще есть штормы Должны быть штормы Но влетело ЕМП И штормов больше не будет в этом сражении Зато подходят архоны Они с фулл щитами И по ним уже не хватит ЕМП Дарк нарезает Неужели Креатор так и отбивается? Просто феноменальное сражение И Креатору удается его выиграть И всю игру перевернуть Посмотрите как сблизились лимиты Просто фантастика Казалось что Банни Сейчас просто закончит игру Но Креатор просто неимоверным образом Это сражение выигрывает Так здесь есть туретка Здесь Дарк ничего не добьется Здесь тоже туретка Везде туретки Одним Дарком будет очень тяжело Креатору добиться хоть каких-то результатов Новый командный центр Это сильная инвестиция от Банни Креатор реально сидит на Лонг Дистанс Майнинге Он кстати заказывает второй Грейт на армор А Террен соответственно Позволяет себе заказать Третий Грейт на атаку Вот так Вот так Здесь отвлекает оппонента Одним Дарком Креатор Пока основную угрозу Представляет собой Блинг Сталкер И не будет никакой передышки Как только отступил Банни Тут же наступает Креатор Тут же наступает Забирает туретку Кстати говоря Еще мародер отжал Лимиты выровнялись Прям полноценно Креатор впервые За последние минут Десять вперед Только что выходил По лимиту И это конечно Очень Серьезно Боевые лимиты Также максимально близкие Удалось об сервера Отжать Банни Это прям очень полезно Очень важно Банни сейчас Гастов не терять И не получать С них фидбэки Потому что там Много архонов И архоны Либо станут МБП сражений Либо просто Разлетятся в хлам После того как получит ЕМП Переманеврировал Армию соперника Креатор откровенно Переманеврировал Здесь новый командный центр И здесь архоны На хайграунде Которые без ЕМП Будут очень здорово Работать Но ЕМП Так и зашло Хайтемплары Врываются сзади Сварп призмы Удалось терну забрать Одного из них Тут просто хаос Какой-то кругом Дарк режет туретку Сталкеры куда-то Заблинкнулись Пошел скан Здесь еще пара сталкеров Зилоты прибегают Все дерутся Буквально последними Юнитами До варп Креатора Сварп призмы Ну по-моему Креатору надо сворачивать Это мероприятие Либератора Он фокуснул Иммортал Подошел Иммортал Успевает забрать Какого-то мародера И призма Спасла иммортала Какой микроконтроль От креатора Просто сумасшедшая игра Но есть ощущение Ребят Что если здесь станет Планетарная крепость То Банни должен Довести ее До победы У Банни еще осталось Два гаста Это безусловно Важно И Банни Сканит Понимает Что у креатора Толком нет добычи Сейчас И действительно Ну пока Разница по добыче Минимальная Сейчас вообще равная Добыча Но А по газу Даже у Протаса Больше Но тут перспективы Больше Понимаете Все локации Истощаются У обоих игроков Но у терна Появляется пятая С планетарной крепостью Которая конечно Необычайно Цена С таким количеством Юнитов С обеих сторон И всех обсерверов Забрал у соперника Банни Восемь обсерверов Он забрал За двадцать одну Минуту игры У креатора Есть надежда На пару Удачных штормов Если он не получит ЕМП То у него Есть шансы Пробить И закончить Игру Этой армией Иначе он будет Вынужден Признать свое поражение Нужны идеальные штормы Просто идеально Здесь великолепная позиция У Банни Первый шторм Был многообещающий На второй Пришелся откровенно Мимой Банни Переигрывает Креатора В этой сумасшедшей Корейской разборке Переносимся В еще более Крутую Интересную Захватывающую игру На карте Элтитюд Здесь встретятся Два корейских Прогеймера Из команды Дрэгон Кайзи Гейминг Это протас Хиро И зерг Дарк Это действительно Противостояние Топ-класса Один из лучших Протасов мира Против одного Из лучших Зергов мира И лучшего Корейского Зерга Хиро Соответственно Лучший корейский Протас Наряду с Классиком Ну и Один из лучших Протасов мира Наряду с Макс Паксом Еще В общем Тут действительно Будет Еще более Мощная Заруба Надеюсь Вам понравилась И первая игра Если так То обязательно Поставьте лайк Напишите Отзыв В комментариях Еще Можно подписаться На канал И стать его Спонсором Для спонсора У нас Как раз Вчера Вышел Бонусный Секретный Агент Для всех Спонсоров Уровня Секретный Агенты Выше Надеюсь Что вам Понравилось Господа Секретные Агенты Мы там Как раз ЗВП Такие Сыграли Ой-ой-ой Ой-ой-ой Две игры С 6К Протасами Разными И Одна из них Прям Получилась Очень Веселой Немного Пообузили Имбу Даже Две Разных Имбы Пообузили Которые Понерфят В грядущем Патче В общем Прям Достойно Вышло Я надеюсь Вам тоже Понравилось Тем более Уровень игры Прямо уже Вот Все-таки Приближается К Я не буду Гореть В моей Наилучшей Форме Но уже Прям Достойно Знаете Не стыдно Показывать Какие Ц игры Хотя там Конечно Бывали Бывали Результаты Но Не будем Об этом Не будем Об этом А будем Об адепте Который Тут Телепортировался Для того Чтобы Испортить Экономическую Жизнь Зерга Но в итоге Испортил Себе Только ХП Продолжает Этим адептам Находиться На чужой Половине Карты Хиру Сейчас Там уже Доделается Грейт На скорость Поэтому Конечно Адепту Бы Потихоньку Убираться В освоеси Что он В принципе И делает Хиру Просто Идеально Знает Тайминги Хотел Я сказать А тут Хиру Не телепортировался Но Может он Это специально Делал Типа Да Мне кажется На самом деле Он это мог Сделать Специально Типа Вот тень Могла Куда-то Сюда Улететь И по идее Дарк Не обязательно Должен Увидеть Что телепорта Нет И типа Линги Убегут Преследовать Адепта Адепт Такой Здесь Чик-чик И пару Рабочих Заберет Возможно План был Такой Не знаю Может быть Я прям Сильно Додумываю Это был Неугодный Дарку Криптумор Криптумор Уничтожен Но если Без шуток То это конечно Должен был Быть мисклик Как это Смысл вообще Смысл вообще Свой криптумор Уничтожать Вы что Я думаю Что это был Мисклик Он просто Типа Нажал Королевам Идти через Атаку А они В итоге Вот Убили Криптумора Потому что Дарк По криптумору Попал Нервы Нервы Игры На высоком Уровне На высоком Темпе И вот Случается Иногда Такое Случается Такое У прогеймеров Интересно Что В первой игре У нас Абсолютно То же Самое Было Но Посмотрим Как дальше Будет здесь Развиваться События Хиро Пролетает Двумя Оракулами И конечно Нацеливается На экономический Урон Тут две Королевы И даже Несмотря на Отсутствие Спора Все-таки Решил Не лезть Хиро А вот Здесь есть Только Спора Королев Нет И тут же Смотрите Что Хиро Делает Делает Минус Четыре Дрона Дарку Неприятная История Дарк Ставит Роуч Уоррен Здесь Прилетает Уже Третий Оракул Но ему Тут Абсолютно Нечего Делать Три Оракул Оракул Конечно Показывает Нам Нечто Абсолютно Неимоверное Десять Дрона Уничтожены Хиро Пока Просто Разваливает Дарка Вообще Прям Вперед Ногами Его С карты Выносит Чем Ответит Дарк На такое Надо Чем-то Отвечать Господа Такое Нельзя Оставлять Безнаказанным Тут Еще Одна Стазисная Ловушка Но она Просто Минеральную Линию Но Вот Чем Отвечает Дарк Дарк Говорит Ладно 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 Походу По макро Отставание Получено Играть Из Отставания Это Для Слабых Для Сильных Надо Надо Улынить Надо Улынить Надо Пытаться Выбить Соперника С карты Хиро Конечно Карту При этом Контролирует Так что Тут Еще Поди Пойми Куда Вообще Можно Ниду Сбросить Такое Ощущение Что Вот Эта Собачка Куда Попытается Бросить Этот Самый Нидус Оракулы Не Видели Не Видели Нидус Поэтому Там Хиро Какие-то Наполеоновские Планы Пошли Плюс Один На атаку Воздух У него При том Что Роботикс Есть То есть Он Явно Там Собирается Какие-то Очень Далеко Идущие Вещи Изобретать Там С флитбиконом С кейлерами Какими-то Здесь была Попытка Поджать Адептами С оракулами Но Сюрпрайз Сюрпрайз Для Хироу Которого Напомним Нет рекола Внезапно Червь Нидуса В тылу Правда В очень Глубоком Тылу И еще В сторонке То есть На самом-то Деле Есть очень Неплохие Шансы Здесь успеть Подготовиться К атаке Соперника Ну и конечно Вот такого Наглого Червя Здесь не будет Нападает Дарк По сути С разных Сторон Здесь Лингами Окружает Сталкеров А здесь Королевы Реведжера Королевы Тянут Крип Дарк В итоге Очень быстро Слезает С этого Улына Он кажется Понимает Что Тут Особо Ничего Он не Добьется И поэтому Да Королевы Как бы Тянут Крип Линги В это время Где-то бегают Но есть полное Ощущение Что уже Отказался От своих Планов Дарк Он ставит Четвертый У него Инфестейшн Пит Эволюшн И Да Дарк Прям Полностью Полностью Отказывается От своей Идеи Интересно Интересно Потому что Честно говоря Казалось Что Ну есть Перспектива Я вот Смотрю на эту Армию Я не до конца Понимаю Как бы Точно ли Она останавливает Кучу королев Реведжеров Лингов Там да Проблема Главная Была в том Что королевы Вне крипа Слишком далеко Просто Червь Нидуса Был Но сейчас Посмотрим Как Дарк Будет Хотел сказать Из отставания Играть Потом что-то Посмотрел Лимиты Количество Рабочих А в чем Отставание Это вообще В принципе Тут два Оракула На 7 хп Один В итоге На 4 Остался Ох уж этот Высший Пилотаж Господа Он какой-то Знаете Очень болезненный Но Нельзя Не заметить Что чертовски Эффективный Дарк Судя по всему Собирается Вот буквально Пару инфестров Добавить Для того Чтобы Блинк сталкерам Противостоять Тут в этом Главная Задумка Ну а Хиро Прям Он отменил В итоге Плюс 1 Атаку В воздуху Но он продолжает Идти во все Теперь уже Колоссы С темплера Архивами С 4 Нексусом Сейчас он конечно Это может себе позволить С учетом того Что соперник Вроде бы Перестроился На такой Знаете Более Пассивный Формат игры Ударка пошла Пятая база Она тут Не особо Чем-то вообще Защищена Но есть ощущение Что Хиро Просто немного Не до нее Сейчас Хиро Вовсю Застраивается Фотонками И батарейками На 4 базе И вообще Надо сказать У Протаса Ты посмотришь Все базы Это знаете Такие прям Очень хорошо Защищенные Позиции И тут тебе Три батарейки С фотонкой И сейчас еще Стазисы Какие-то пошли И тут мы видим Прям ого-го Картина С суммарно Тремя фотонками И тремя батарейками В общем Хиро Защищается Серьезно И да Хиро Снова таки Пытается Перейти в воздух Смотрите Он еще здесь Сделал фотонку И батарейку Но такого я Давненько От прогеймеров Не видел Это прям Очень интересно Дар готовится К переходу В инфесторов Брудлорда Хиро Готовится К переходу В карриеров Тут Игроки Совместный Такой курс На лейтгейм Берут Дарк при этом Переходит на пятую Базу Хиро На четвертую Ну и Газилок Газилок Но все равно Как-то Странно Нет Оракулы Эти Продолжают Веселиться Оракул С 17 Фрагами Это прям Пока Локальный Герой Этой игры Хиро Поставить Дарк Поддержки Кэрреры Трансьюзов У Протаса Зашкаливающие Это в основном Воздушные Тост Время Как От Дарка Мы видим Роучи И Реведжеры С которыми Естественно Это войско Хиро Справится Без проблем Хиро Добывает Золото У Хиро Тут Полный Порядок Дарк Даже Не разбивал Зелнагу Поэтому Ему До золота Пока Далековато Оп Как раз Пожалуйста Полюбуйтесь Как это работает Камни разбиты Зелнага Исчезла Зилоты Прибежали Кэрреры Темпесты Поливают Этих Роучи Реведжеров Огнем Хиро Чувствует Себя Хозяином Положения Выходит Вперед Снова Чистить Крип Дарк Кстати Успел Очень далеко Крип Протянуть Снова Почти До золота Соперника Хай Темплары Со штормами Ждут Возможности Кого-то Хорошенько Полить Огнем Вайперы Тем временем Выдергивают Кэреров Темпестов Не успевает Ими Расконтролить Был занят Основным Войском И ведь Этих Темплары Имели Огромный Потенциал За фидбэчить Там просто Все Просто Все На свете Нагловато По-моему Лезут В это Сражение Караптера Они там Вроде Одного Юнита Тоса Забрали Но Все равно Как-то Странно Дарк Действительно Тем временем Разбивает Уже Вторые Камни Слева И пытается Занять Базу Там Справа Пока Ничего Не Получается Совсем Чуть Подобывал Здесь Дарк Буквально Каплю Ресурсов Потратил Но Пока Игра Конечно Прям Совсем Под диктовку Тоса Развивается И Непонятно Как Дарку Вот Комфортнее Чувствовать Себя На карте Да Дарку Нужно Хотя бы Свою Половину Карты Отжать Тем более Что По разменам Вроде Пока Все неплохо Если он Естественно Хиро Тоже Не понравится Такой Расклад Он уже Идет Вперед Слушайте У него 9 Карреров И 2 Темпеста На 11 Караптеров Хиро Тут Потрясающие Возможности Шторм Влетел Практическая Бомба Должна Помочь Караптерам Против этих Карреров Карреры Просто Остались Без Интерцепторов И Караптеров Мало Но Каждый Получает Трансьюзы От Королевы Внезапно Имея 11 Караптеров Против 9 Карреров И 2 Темпеста Зерк Просто Громит Протоса По воздуху Какое-то Фантастическое Использование Всех Юнитов Которые У Дарка Были Я просто Поражаюсь По сути Ну Дарк Тут Фантастически Развернул Сражение Несколькими Микозами С паразитическими Бомбами Коррозив Байлами Которые Там тоже Немало урона Нанесли Ну и С караптерами Которые Сделали Своё дело Когда Хиро Остался Без карреров Ну и теперь Игро снова Преворачивается 200 лимита На 117 Брудлорды Осаждают Нексус Хиро Вообще Нечем Ответить У Хиро По воздуху Не бьёт Ничего Против 9 Брудлордов Представляете Ничего Не бьёт По воздуху У Хиро Хиро Просто начинает Бегать по карте Какими-то Зилотами Дарками Дарки Забрали Спору Начинают Атаковать Хэтчери Тут Черев Нидуса Появился Для того Чтобы можно было Сюда оперативно Перебросить Подкрепление Что ещё происходит Хиро Внезапно Забрасывает Базы Зерга Дарками Но у него 105 Лимита На 196 Всё равно Выглядит Пока Знаете Как какая-то Партизанская Война И Честно говоря Пока Хиро Не решает Проблему Что у соперника 200 лимита Из которых 140 Боевого На 29 Протозов Скоро Пошёл Какой-то Ещё один Вар База На золоте Потеряна Только вот Здесь Есть новая Локация И новая Надежда Хиро Экономическая Надо Наверное Пробок Переводить С других Локаций Хиро Принимает Вот такое Интересное Решение Он внезапно Перестраивается В массовую Дреев И делает Им апгрейд На скорость Тут по-моему Очень большую Ошибку Сейчас допускает Дарк Он прилетает Краптерами На то что ему Кажется Незащищённым Нексусом И Хиро Специально Дал возможность Сопернику Вот так Подойти И присосаться А потом Как раз в момент Когда караптеры Были заняты Своим интимным делом Сталкеры На них Напрыгнули Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Какая же Это потеря В итоге Для Дарка Хиро Много Караптеров Соперника Забирает Лимиты Уже как-то Сблизились Здесь Дарки Продолжают Бегать Продолжают Нарезать И Как-то Хиро Прям знаете Внешне Вообще Без усилий Камбэчит Такой Ну да Сейчас Чик-чик Сталкерами Попрыгаем Посмотрим Конечно Что он запоет Когда вот здесь Брудлорды Окажутся Потому что Они уже там Они уже близко Они уже начинают Осаду Шелбет Реверчардж Пошел сразу Видимо Для того Чтобы потянуть Время По максимуму Может быть Для этих пробок Чтобы они Подобывали А может быть Для сталкеров Которые сейчас Будут прыгать На брудов Тут Пока непонятно Дарк стягивает Сюда все свои войска Сталкеры Действительно Готовы прыгать Прилетели Войдрей Войдрей Подкараптеров Попадают Подмикос Попадают Им здесь особо Не подраться Шелбет Реверчарджа Уже нет Хиро явно Придется эту базу Отдавать Хиро там Бегает с зилотами В другой части карты Но ударка там Вроде бы все схвачено Поэтому Зилоты Большой урон Нанести Не должны Хиро Просто убегает Сталкерами И войдреями Здесь брудлорды Будут медленно Уничтожать базу Протоса Хиро снова Пытается провернуть Какую-то Контраатаку Он просто Все свое войско Берет Которое К слову Не такое уж и большое Просто прыгает Сталкерами в хату И фокусит ее В это время Войдреи прилетают И фокусит еще одну Хэтчери Хиро просто Ой Такое слово Хотел сказать Давайте я Аккуратненько Скажу Хэтчери Киллер А то я хотел Хэтчери сокращенной И там Такое получилось бы За что меня бы На ютубе Забанили Поэтому Просто Хэтчери Киллер Зерговская Хата Киллер Вот так Мы скажем Фуф Фуф Задоджили 85 пробок У Хиро Этот Нексус Все еще Работает Какого-то Черта Ударка Какая-то Ерунда Начинается У него Просто Дроны Как-то Бессмысленно И бесполезно Перемещаются По карте И Карта Настолько Огромная Что угнаться За этими Сталкерами И воедрями Со скоростью Ну реально Невозможно Просто Невозможно Здесь Хороший Микоз Инициирующий Хэтаплары Делают шаг Вперед Начинают Штормить Очень важно Конечно Этих Хэтапларов Сохранить Хиро Для того Чтобы было Дальше Что штормить Тут Брудлорды Королевы Вне крипа Мне вообще Кажется Что если могло Быть хорошее Сражение Для Хиро Оно должно Было быть Где-то Здесь Но Хиро Умудряясь Вообще Не драться С соперника Полностью Догнал его По лимиту При этом Еще и нанес Ему Очень большой Экономический Урон Восемь Хат он уже Уничтожил Там Банни Вот за 21 Минуту Уничтожил Восемь Апсир Равахиро Уничтожил Восемь Хэтчери Так он играет Девятая Хэтчери Уничтожена Так 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 Можете Делать ставки Сколько Хат в итоге Заберет За эту Игру Хиро Который Продолжает Играть Именно Масталкеры Массовые Игры И несколько Штормов Больше Ничего Нет Мазершип Еще Пошел Ооо Еще Со стареньким Мазершипом Попрощаемся Напоследок Тут какую-то Линию обороны Пытается выстроить Дарк Дарк понимает Что фигня Какая-то Происходит Что Вот вроде Все должно Быть для него Хорошо Но постоянно Какая-то Фигня Происходит И он Не может Базу Соперника Добить И сам Свои базы Теряет Хотя Казалось бы Вообще Не было Никаких Предпосылок Хиро Костяк Армии Находится Здесь Золото На которое Он сейчас Переводит Всех Пробок С этой Локации Я уже Просто Крип Полностью Заполонил Но По-моему Хиро Здесь Добыл Намного Больше Чем Дарк Добыл Здесь Да Это Даже Незапоставимо То есть Если Эту базу Отжимает Дарк Эту базу Отжимает Хиро Но при Условии Что по Потерям Станет Хоть чуть-чуть Ближе Хиро Это может Устроить Огромное Преимущество Дарка Тут Врыв Массовый Дрейв На мейн Непонятно Кстати Че Отступает Хиро От кого Он отступает От роучей Реведжеров Или Просто Ему Кажется Что Рядом Куча Инфестров И Караптеров И Ну да Наверное Не в его Положении Так сильно Рисковать Непонятно Ради Чего Хиро Продолжает Отсюда Красть По чуть-чуть Ресурсов А это Действительно Впоследствии Может сыграть Какую-то роль Дарк Внезапно Делает Грейды На гидру И Бейлинг Нест Еще Ставит Дарк Как будто Хочет Полностью Перестроиться В составе Армии На 24 Минуте Ну вроде Выглядит Как Потенциально Не самая Лучшая Идея Кругом Че-то Происходит Тут Какие-то Зилоты Прибежали Сеть Нидуса Выбивать Тут Пробки С роучем Воюет Но Таракашка Слишком хорош Просто Всех Разорвал В соло А зилоты Кстати Переключились На хату И в итоге Добили ее Возможно Это привет Вайперам Возможно Нет Здесь Внезапно Основное Войско Хиро Не дает Сопернику Так просто Забрать Эту базу Хиро Там делаются Все оставшиеся Апгрейды Которых Не хватает Третий На щиты Второй На воздушный Армор Грейд На скорость Апсервером И да Есть Мазершип С помощью которого Хиро Видимо Рассчитывает Дать хорошее Сражение Классные Фидбэки Но если Фидбэками Выключить Половину Этой Зерговской Армии Там с Инфесторами Свайперами С Королевами То Перспективы Прям очень Неплохие У Протаса Протас Поднимается На хайграунд Готовится Здесь Зерг Нападать На позиции Тоса Хороший Фидбэк Подлетают Брудлорды Это Заставляет Хиро Немного Отступить Хиро Прям занимает Позицию Уже Вне Крипа Хиро Просто Заходит На базу Дарка И Дарк Не может Здесь Драться Дарк Дарк В это Время Нападает Основным Войском Идя В Размен По сути Здесь Массовый Довар Дарков Готовил Хиро Но Был уничтожен Пилон И что у нас Еще Размен У нас Еще Размен Все Технологии Зерга В минус А здесь Таки Пошел Довар Дарков Ровно Там Появился Аверсир Ешел Бетри Аверчардж Который Немного Потянет Время Хиро Разбирает Просто Все Еще Один Шпиль Третий Был У Дарка Поставлен Заранее Так что Шпиль Пока Не Нужно Вот сюда Просто Уже Пошел Рекол Терять Эту Базу Не Может Себе Позволить Хиро Это Одна Из Интересно Что Он Потерял Уже Одиннадцать Хат Двадцать Три Эверлорда Да Двадцать Три Умножить На Восем Это Сколько Это Сто Восемьдесят Четыре То есть Дарк По сути Потерял Количество Оверлордов Достаточно Для того Чтобы Двести Лимита Име С его Количеством Хат Неплохо Неплохо Дарки Зилоты Снова Вырубают Эту Хату Которая Так и Не может Начать Добывать Зерг Протас Мне кажется Зря Мазершип Вот здесь Не оставил Сейчас же Рекол На кулдауне У Нексуса А был бы Мазершип Можно было бы Вернуться Просто домой Мазершипом Хиро Очень хочет Размениваться Хиро Причем Продолжает У соперника Ценные Важные Технологии Забирать Тут Посмотрите Какая Жесть Какой Налон Готовит Дарк С кучей Бейлингов Ну да Просто Со всех ног Возвращается Сюда Хиро Медленные Бейлинги На 27 Минуте У них Есть Плюс 3 На коготь Поэтому Пробок Что медленные Что быстрые Бейны Одинаково Взрывает Вот так Очень эффективно Слушайте Посмотрите Как много денег У Хиро Вообще Мне кажется Эта игра Резко выходит Из-под контроля Дарка У Дарка Меньше Лимита И нет денег Ему надо Технологии Восстанавливать По потерянным Ресурсам Сейчас сильно Сблизились Хиро И Дарк И при этом Хиро Ну свою половину Карты Явно выкачивает А что там По Дарку Вообще Непонятно Эта локация Он так и не начал Ее качать Здесь у него Постоянно Какие-то проблемы Дарку Надо реально Экономику Восстанавливать И технологии Он продолжит Терять Вот это все Сейчас тоже Будет потеряно Очень интересная Ситуация Которую Хиро Ну просто Каким-то волшебным Образом Создает У Хиро Да вот еще База полноценная Есть Если Хиро Полностью Выкачает Эту базу И не даст Сопернику Эту То я вообще Не понимаю Как Дарк Может победить Посмотрите На запас По ресурсам У Хиро Денег Очень много Потенциальных И реальных Он уже Каррера Восстанавливает 8 гейтов Добавляет Для того чтобы До варпы 17 гейтвейв делать И единственное Что мне кажется Сейчас не нужно делать Это вот Не нужно лезть И нападать Прям на армию Зерга Правильно? Это как будто бы Вообще Не к месту Как будто бы Вообще Не в тему Микоз Таймварп Сейчас будет Выдернуть Мазершип Мазершип Конечно Отриггер Вложит Таймварп Но это его Не спасет И второй Таймварп Пошел Но это Просто Это Предсмертная Такая Конвульсия Мазершипная Слоны Тем временем От Дарка У них вообще Есть грейды? Да Да Есть грейт Раз И есть грейт Два Окей Окей Хира Кстати Восстанавливает Мазершип В новом патче Он будет Подешевле А пока Приходится 400-400 На него Выбрасывать Да На полном серьезе Слонов Добавляет Дарк Это понятно Против кого? Против этих Архонов Хейтемпларов Да и Сталкеров Тоже Тут Очень Своевременная Какая же Своевременная Контратака Лингами Как раз Минус Нексус Хира Даже его не отменил Хотя Конечно Хира Сейчас Ресурсов Столько Что Плюс-минус 400 Минералов Не кажутся Определяющими Могут стать Определяющими Впоследствии Но не сейчас И посмотрите Как интересно Получилось Начинал Дарк справа Сверху Теперь у него Теперь у него Знаете Такая Полноценная Твердыня Слева Сверху И технологии Тут все Основные И Экономика Здесь вся И армия Тут расположилась Ну и да Вот Вот Эта локация С ней Связаны Чаяния Дарка И Эту локацию Надо Хиро Не давать Оппоненту Выкачивать Ох Это что Такое Как Дарк Понял Просто Нашел Флотилию Батонов И напал На нее А здесь Тянет Время Воедреями И невральные Паразиты Пошли Воедреев Надо Штормить Надо Штормить Эх Этемплары Далеко Просто Шикарные Массовые Невральные Паразиты Воедрея Включили Разогрев Уничтожили Друг друга Просто Разгром Армии Хиро По двум Фронтам Здесь Дарк Гениальный Рывок Коррапторами Совершает И Выбивает У оппонентов Хлам Его Керриеров Ну а Здесь Просто Массовые Невралы Выбили Из игры Воедреев Вот это Поворот Как же Дарк Сейчас Шикарно Отыграл Я не знаю Почему тут Запоставимое Количество Ресурсов Уничтожено Наверное Потому что 27 Бейлингов Тут учитывается Еще Предыдущее Сражение Которое Конечно Было В огромный Минус Для Дарка А вот То что Произошло С минус Шестью Керрерами И Выдреями Это Прямо Огромный Минус Для Хиро Ударка 200 Лимита И снова Начинает Потихоньку Формироваться Запас В армии Уже 17 Инфесторов И Видим Что Не добавляет Хиро Например Дизрапторов Для того Чтобы С этими Инфесторами В таком Количестве Что-то Делать Он Будет Продолжать Играть Вот так Со Сталкерами С Выдреями И Сейчас Конечно Задача Хиро Сводится К тому Чтобы Снова 200 Лимита Собрать Он Их Собирается Сталкерами Он Он Так Посмотрел Что Там Вообще Слишком Много Инфесторов И Слишком Мало Брудлордов И Это В принципе Выглядит Как Очень Интересная Ставка Я не знаю Видел ли Хиро Слонов Вот В чем Дело Потому Что Конечно Слоны Могут Сталкерами Как же Классно Хиро Здесь Отработал Против Слонов Да Слонов Уже Считайте И Нет Слонов Считайте Нет 1 Довар По 17 Гейтов Можно Ити Нападать На Брудлордов Пока Там Только 5 Слонов В продакшене По моему Это Шанс Хиро Хиро Хочет Дождаться Мазершипа Я не уверен Что Оно Того Стоит Там Реально Очень Мало Антиземли Всего 9 Брудлордов 43 Сталкера На Карте 43 Сталкера 200 Лимита Нападать Надо Прямо Сейчас Пока Слонов Нет Где Ого Вот Где Эти Сталкеры Пытаются Еще и Выманить Войско Соперника Подальше Хиро Но Там Сейчас Подойдут Слоны Слоны Скоро Будут Готовы Надо Хиро Нападать Хиро Пытается Выманить Оппонента Куда Подальше Здесь Неудачно Он Отработал С Хейтемпларами Да Да Войско Дарка Действительно Зашло Очень далеко Вот он Шанс Вот он Шанс Конечно Дарк Так много Караптеров Построил Потому что Он верит Что у соперника Кэррера Он не знал Что там Так много Земли Слоны Все-таки Подходят Шикарно Микос Ходит Вуидреев Там же Паразитическая Бомба Вуидреев Сейчас будут Очень большие Проблемы Сталкеры Просто пытаются Фокуснуть Брудлордов Но никак не могут Дотянуться До последнего Сталкеры Прыгают Разбирают Брудов Всех там Остались Караптеры Инфестры Больше ничего Нет Нет Антиземли У Дарка Только Инфестры И Караптеры Один линк И больше Ничего Доварп На последние Деньги Делает Хиро Но внезапно Массовые Невральные Паразиты С которыми Хиро Ничего Не может Сделать Просто Невралы В Сталкеров Вы такое Видели Когда-то Тут нет Апсервера Тут нет Какого-то АОЕ урона Вроде Дизраптеров Или Хейтемпларов Поэтому Нечем Выбивать Этих Инфестров Инфестры Остановили Первую Волну Пошла Вторая Она же Последняя Пытается До последнего Идти Вперед Хиро И снова Массовейшие Невралы Просто От каждого Инфестров Хоботок К Сталкеру Тянется Слоны Из последних сил Пушит Хиро Инфестры Выкапываются Еще и Микозят Какая же Баталия Дарк Просто Уничтожает Войско Хиро С шикарнейшим Применением Инфестров Давненько Я такого Не видел Вот это Была Настоящая Корейская Разборка В макро С невральными Паразитами С массовейшими Невралами Для вас Комментировал Аликс 007 Надеюсь Вам Понравилось До новых встреч Всем пока И удачи Услышимся Продолжение следует